Путешествие по Кольскому полуострову Кольский полуостров – холодный край на севере европейской части России. Большая часть его территории лежит за полярным кругом, а берега омываются ледяными водами Белого и Баренцева морей. Долгая полярная ночь, северное сияние, дыхание ледовитого океана и нетронутая природа привлекают в эти суровые места любителей экотуризма. И практически каждый путешественник, побывавший здесь, попадает под очарование русского севера. Кольский полуостров находится на крайнем севере России. Административно он является территорией Мурманской области. Несмотря на суровые условия, территория Кольского полуострова была заселена с древних времен. Трудно понять, что притягивало сюда людей, но они жили здесь еще 9 тысяч лет назад. В новейшей истории Кольский полуостров стал центром рыболовства и солеваренья. Любопытно, что производством соли занимались местные монастыри. Появились серебряные и медные рудники. Чуть позже заработали многочисленные лесопилки. В прошлом веке геологи открыли несколько крупных месторождений полезных ископаемых. И регион превратился в центр горнодобывающей промышленности. Именно здесь была пробурена Кольская сверхглубокая скважина, не имеющая аналогов в мире. Керь – так в старину именовали Кольский полуостров. Об этом напоминает название небольшого поселка Тереберка, расположенного практически на берегу Баренцева моря. Здесь режиссер Андрей Звягинцев снимал свою картину «Левиафан». После того, как в 2015 году этот фильм был удостоен престижной кинопремии «Золотой глобус», Тереберка стала одной из достопримечательностей Кольского полуострова. По словам местных жителей, после выхода этого фильма на экраны поток туристов, приезжающих в поселок, увеличился в несколько раз. Тереберка – единственное место на Баренцевом море, куда можно доехать на автомобиле. Холодное море, сильные ветры, голые скалы и удаленность от других населенных пунктов привлекают сюда путешественников. Как предполагают историки, поселение было основано рыбаками примерно в XVI веке. Кольский полуостров – лакомый кусочек для туристов. Его главным достоянием является горный массив Хибины. Порожистые реки, первозданная природа – эти места славятся отличной рыбалкой. Зимой сюда едут горнолыжники. Полуостров очень большой, он занимает 70% Мурманской области. Еще одна достопримечательность Кольского полуострова – Лапландский заповедник. Этот заповедник – один из старейших в России. Он был создан в 1930 году с целью сохранения географического ландшафта, популяции дикого северного оленя и первозданной природы, нетронутой человеком. Многие туристы, приехавшие на Кольский полуостров, скажут, что их главная цель – посмотреть на северное сияние. Этот уникальный природный феномен можно увидеть только за полярным кругом, а Мурманская область – самый близкий и доступный северный регион для жителей европейской части России. Полярное сияние является явлением непостоянное. Оно слабо поддается прогнозированию, поэтому увидеть его – большая удача. Тем не менее, существуют специальные приложения, с помощью которых можно отследить вероятность его появления в конкретные даты. Разноцветное свечение на фоне темного неба сложно поддается описанию. И даже фотоснимки не могут в полной мере отобразить всю его красоту. Чтобы своими глазами увидеть захватывающий дух северное сияние, стоит ехать на Кольский полуостров зимой или поздней осенью. Именно в это холодное время высока вероятность возникновения необыкновенного чуда природы. А ясная погода еще больше увеличивает эти шансы. В юго-восточной части Кольского полуострова расположен мыс Корабль. Здесь, на берегу Белого моря, находится государственный геологический памятник природы, который носит название Аметисты мыса Корабль. Прямо на поверхность морского берега выходит аметистовая жила с вкраплениями других самоцветов. Это месторождение использовалось поморами еще в XVI-XVII веках. В 1986 году отработанному месторождению был присвоен статус памятника природы. Еще одно интересное место Кольского полуострова – деревня Таня-Тетрина. Словом Таня называют рыбацкий хутор или промысловую базу поморов малочисленного народа севера. Именно из Таней выросло большинство местных селений. Но на северном берегу Кольского полуострова многие Тони селами так и не стали. По-разному сложились их судьбы. Одни опустили, другие до сих пор используются по назначению. Таня-Тетрина, расположенная на Турьем-Мысу, была превращена в музей. Здесь можно почувствовать атмосферу давних времен и окунуться в быт поморов. Основная историческая эпоха, которую отражает музей 1920-1930 годы. Как раз перед тем, как веками существовавшие поморские артели были реорганизованы в колхозы. У гостей музея есть возможность осмотреть экспонаты, порыбачить, сходить в баню, принять ванну с ламинариями и пожить в настоящей поморской гостевой избе, расположенной на берегу Белого моря. Интересно будет для туристов и деревня Варзуга, расположенная на юго-востоке Кольского полуострова, на берегах одноименной реки. Сегодня здесь проживает чуть более 300 человек, а в старину Варзуга, основанная еще в 1466 году, была крупнейшим населенным пунктом Кольского полуострова. Первая церковь, освященная в честь святого Николая Чудотворца, появилась здесь в 1491 году. Деревня Варзуга – единственное поселение Терского берега, расположенное не у моря, а на реке. Экономика села связана с работой рыболовецкого колхоза. Одним из видов деятельности которого является рыболовный туризм. В окрестностях Варзуги расположено 14 баз для рыбаков, но туристы едут сюда не только ради рыбалки. В Варзуге можно посетить Успенскую церковь, построенную в 1674 году. Афанасьевский храм, возведенный в 1854 году, старинную церковь Николая Чудотворца, Петропавловский храм и другие шедевры древнего и современного деревянного зодчества. Сегодня Кольский полуостров быстрыми темпами развивается в качестве популярного направления экотуризма. Путешественники здесь смогут в полной мере ощутить весь колорит русского севера, Промчаться по арктической тундре, на оленьей или на собачьей упряжке, Воочию увидеть северный ледовитый океан, посетить станище оленеводов-саамов. Удивительная в своей суровой красоте местная природа не оставит никого равнодушными. Недаром поется в старой песне «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда».